добрый день несмотря на не очень благоприятное время для еврейского народа у нас есть интересный вопрос который очень актуален и мы честно говоря очень рады что для нас этот вопрос актуален сейчас объясню о чем мы идем о чем мы собираемся поговорить значит в девять дней между рожход аж а в новомесячие месяца of и до 9 вы нельзя кушать мясо и пить вино кроме как в шаббат до несколько исключений приводит аллаха рамо говорит трапеза посвященные заповеди например трапеза обрезание выкуп первенца и окончание трактата да можно кушать мясо и пить вино все кто имеет отношение к этой трапезе но говорит рамо ешь лицам нужно сжать шилолусив не добавлять да у бы шавуа шихаль чаба битуха эмли холь басар вич тот я ин рак миньян мит сумца да а если ты неделя на который выпадает 9 то можно есть вино и пить мясо только миньян сумцам небольшому только десяти человеком да так теперь так вопрос такой у нас сегодня сиудат сиума шас окончание всего вилонского талмуда для поднятия души рова и цеха зильбера за царь ну мы тоже закончили трактат хагига в этом среди всего толдоты шуруна теперь вопрос вот на этой трапеза приезжаю час много людей почти с память ровыцкая зильбера можно подать мясо или нельзя у нас сейчас неделя на которую выпадает 9 а можно можно вроде замо слышится что как нет нужно шавуа шихальма на неделе на который выпадает 9 9 во вторник мы на неделе который выпал 9 а говорит рама только 10 человек которые что здесь человек только-только миньян мит сумца сжатая да только те кто минимум который нужен для страпезы по поводу заповед приходит мишна врура говорит так в сию массах это кончай так тут в любом случае если у нему не пришлось этот окончание оно пришло он специально подогнал да не может он подогнать подогнать или оставить если он не делает трапезу в остальные времена то сейчас он тоже не должен делать трапезу с мясом и вино обычно он делает там как у нас принято некоторые приносит там какие-то рогалах там пирожки шоколадные все нет а сейчас ты хочешь подать вино мясо если ты всегда делаешь такую скромненькую трапезу поэтому например когда мы заканчиваем трактат мы всегда стараемся сделать как с уважительной трапезой почему то что я всегда говорю во первых это мы показываем уважение к торе а во вторых как ты можешь так сказать как бы в девять дней потом кушать мясо пить вино если ты никогда не делаешь из этого трапе из этой трапезы трапезу так но говорит мишну бруя но если у него все получилось как у нас мы закончили этот трактат в четверг до и поэтому мы имеем право делать эту трапезу до четверг мы закончили расходы же был когда воскресенье мы имеем право делать этот трапез в пятницу в субботу когда нам ну субботу понятно что как бы кроме субботы но если горит у него это он ничего мы ничего не откладывали ничего не подгоняли нас действительно мы закончили в эти девять дней могут с нами кушать даже те кто не учились кушать вино пить мясо могут даже те кто с нами не учились если он говорит они пришли бы на эту трапезу в другое время не из-за близости к этим людям которые закончили тогда получается по этому критерию все те люди которые приезжают почтить память рава зильбера они тоже могут есть мясо на что мы специально закончили это кьерц это к дню смерти рава получается все могут прийти так горит мишна брура так но тут мишна брура приходит бюро лохей делает искать еще один поворот он говорит то что мы сказали те которые с ними не учились но это только те которые что поддерживали материально изучающих или люди которые старосты помогут которые организовывали помогут который помогали они могут но приглашать просто людей это не которые придут просто из уважения или любви к ним или для какой-то пользы это говорит и сургамур говорит мишна брура от имени равьякова емдина но если они помогают организовать эту про трапезу тогда он говорит точно можно получается он вводит новый критерий то есть я коров яков емдин в отличие от магин авраама или аураба которых он привел что все люди которые приходят из-за дружбы близости к этим людям все могут тогда получается по этому критерию мишна бруре который написан можно было бы всем подать мясо на этой трапезе но равьяков емдин ограничил это и мишна брура это привел бюро лоха получается такая очень взвешенная ситуация понимаете с одной стороны говорит рома только ограниченный круг только 10 человек приходит мишна брура говорит что все все друзья могут кушать мясо пить вино на этой трапезе приходит авиакомен только те которые поддерживают изучающих поэтому решение принципа лара венционом подавать рыбу не мясо и не мину для того чтобы не входить я так понимаю TCP с ним честно говоря не обсуждал это хочу с ним это обсудить на основании чего он принял решение но я понимаю это так для того чтобы не входить вот в эти вот все критерии подходит не подходит робинсон принял решение будет рыба то решение робин цен мы принимаем поскольку он несет ответственность перед всевышним перед торы Мы все принимаем Но, я хочу сказать такое небольшое Позвольте сказать такое небольшое но В принципе Есть тут место Я понимаю, Робин Циона Он не хотел, он человек очень богобоязненный Здесь есть место Сказать, что в принципе Можно было бы подать мясо для всех Для всех людей тоже В каком смысле Все же приехали почтить память Рау Зильбера Это не случайно, что это В Выпало на это время Специально готовили этот Тракт, это окончание К Йорте, только к дню смерти Рава Теперь есть тут много мнений Которые говорят, что просто друзья могут Не обязательно идти по критериям Равьякова Эмдина Мишнабрура приводит В Мишнабруре, там где Аллаха Он приводит что? Приводит вот это мнение Моген Авраама или Аураба Поэтому Решение Рава Зильбера Мы принимаем И мы Полностью его поддерживаем Он не нуждается в нашей борьбе Я говорю, что мы принимаем И наоборот Мы счастливы и рады Что он принял такое решение Но здесь был Что я хочу сказать Что здесь был Какое-то такое Как-то взвешенное решение То есть были варианты Нет Варианты Да И было принято Решение Устрожить Дабы Не входить Вот в этот спор Поиски Спор мудрецов Но это Такое вот Интересное Хотел бы показать вам Один вопрос Просто один Одна маленькая деталь Что за ней стоит Сколько Мысли Сколько Рассуждения Нет Второстепенных деталей У нас Все Требует изучения Спасибо большое